Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто мои зрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Москва, Россия. И в сегодняшнем репортаже я бы хотел поговорить о том, что, как мне кажется, важно. Важно в жизни каждого человека. Это планирование будущего, это настоящее и вообще, как себя вести в сегодняшнем дне. И в сегодняшнем ролике я вам попытаюсь объяснить то, о чем я думаю каждый день, то, что лежит в моем кармане в каждый день. И что мне помогает преодолеть всякие разные преграды, всякие разные страхи, сомнения. Помогает мне жить. А это одна простая вещь. Это календарь. Календарь счастливой жизни. Я как-то в своих роликах прежних уже говорил, и много ваших просьб было на эту тему, чтобы я записал на эту тему ролик. Ну вот, собственно, как раз-таки сегодня такой день. Сейчас я попытаюсь объяснить своими словами то, о чем я говорю. Календарь счастливой жизни я приобретаю уже второй год подряд. То есть, в прошлом году он выглядел вот таким вот образом. Это некий конвертик, в котором есть такие вот небольшие маленькие вкладыши. Я потом возьму камеру и отдельно еще на этом остановлюсь. В этом году я пошел дальше. И в этом году, вот буквально несколько минут назад, мне приехал курьер и привез мне на следующий год календарь счастливой жизни. От Александра Литвина. Если знаете, кто это такой, это человек, который выиграл, по-моему, несколько лет назад битву экстрасенсов. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот мужчина, который не ассоциирует себя с экстрасенсом. Он просто говорит, что у него очень сильно развита интуиция. И какое-то время назад я стал смотреть его в интернете. У него есть свой сайт, там можете погуглить в интернете. Я не буду оставлять никаких ссылок в описании, потому что это не реклама. Это абсолютно чисто мое суждение, мое видение до этого вопроса. И, соответственно, ваши просьбы записать на эту тему ролик. Но те, кто знают, тот знает. А те, кто не знают, сейчас попытаюсь объяснить, что же это за календарь. Я на самом деле как-то скептически относился к этому делу. Но все-таки в прошлом году решил приобрести его. Я буду говорить своими словами. Понятно, те, кто захотят его купить, приобрести, вы найдете это в интернете. Нет проблем никаких. То есть это все в свободном доступе. Как раз сейчас начало декабря. И это можно спокойно сделать. Кстати, будет хорошим подарком для Нового года. Для вас и ваших близких. Потому что вещь полезная. Значит, этот календарь, он помогает, скажем так, чувствовать энергию сегодняшнего дня. Планировать свою деятельность, например, на сегодня. Планировать какие-то вещи, которые вы хотите сделать, например, на этой неделе. То есть, например, есть определенная энергия для покупки машины. То есть, например, нельзя это делать сегодня, а лучше это сделать в четверг. То же самое с покупкой дома. В этом календаре сказано, в какие дни какую одежду лучше носить. То есть, можно, например, одеться сегодня в красном, и ты будешь не в энергии дня. То есть, тебя люди будут воспринимать немножко по-другому. Не так, как ты бы, например, одел голубую одежду. То есть, как бы это правильно объяснить своими словами. То есть, существует день. Он как бы каждый день похож на предыдущий. Но на самом деле это не так. То есть, как говорит Александр Литвин, и здесь я с ним согласен. То есть, он просто подсказывает. Например, завтра пойдет дождь. И он просто рекомендует взять с собой зонтик. Дождик все равно пойдет. Потому что так или иначе, это природа, погода. Но вы, если пойдете без зонта, вы будете мокрый. И вам будет некомфортно в этом дне. А если вы возьмете зонт, как он рекомендует. Как бы дождь все равно будет, но вы будете под зонтом. Вы будете сухой. И в принципе, этот календарь и олицетворяет то, о чем я говорю. Как я ощутил, например, на себе действие этого календаря. Ну, я не скажу, что там стопроцентное попадание по каждому дню. Нет, конечно. Потому что существует определенно у каждого человека свое индивидуальное, как это правильно сказать, видение, гороскопы. Совпадает, не совпадает. Я скажу такое наблюдение, например, по своему опыту. У меня, например, в определенные моменты, вот все, что здесь описано, совпадает, но с отсрочкой на один день. То есть, как бы я догоняю все время эту ситуацию. То есть, происходит так, что вроде бы это произошло. Я смотрю в календарь, ничего себе. А это было, например, вчера, грубо говоря. То есть, вот какие-то вещи. Но, в принципе, это работает. Точно так же в этом календаре есть благоприятные дни, есть неблагоприятные дни. Как я уже сказал, существует прогноз на питание. Что можно сегодня есть, а что нельзя, например, сегодня есть. То есть, энергия дня, например, сегодня располагает к, например, приему пищи из рыбы или из мяса. То есть, здесь точно так же есть все эти рекомендации. Точно так же и по спорту. Каким спортом, например, можно заниматься сегодня. То есть, он рекомендует, например, сегодня заниматься йогой. Или, например, сегодня заниматься какими-то силовыми тренажерами. Или ударными техниками. То есть, все это реально работает. Работает. Да, не скажу, что 100%, но это работает. Опять же, может быть, это то, что идет от головы, и ты в это веришь. Может быть, и так. Не знаю. Значит, здесь точно так же он дает рекомендации по планированию семьи. По отношениям в семье. То есть, например, в какие-то дни нужно просто объединяться. То есть, накрывать стол, выпекать хлеб, садиться за общий стол, общаться. То есть, вот эти дни, они максимально способствуют объединению семьи. То есть, чтобы там за одним столом были мамы, папы, бабушки, дедушки. То есть, это вот некое вот такое единение происходит. И тоже для этого существуют определенные дни. По поводу снов. Я как-то делал ролик. Здесь, вот в этом календаре, ну, немножко, как бы, мало этому, конечно, уделяется вниманию. Но все-таки здесь этот раздел тоже есть. То есть, есть дни определенные, когда вам приходит информация из сна. И здесь тоже есть такие дни. То есть, нужно просто знать, в какие дни обращать внимание на то, что вам приснилось. Желательно, если вы ночью проснулись, сразу хоп-хоп-хоп записать. И потом все это дело действительно сбывается, происходит так, как я уже говорил тоже в предыдущем своем ролике про сновидение. Что еще я могу сказать про этот календарь? Во-первых, он, ну, как бы, разный. Есть большой, есть маленький формат. Вот эта штука, реально, вот я, как бы, прошлый год, в принципе, он у меня все время лежал в портмоне. То есть, он сделан в виде таких вот, ну, открытых, грубо говоря, да. Сейчас вот камеру возьму, и мы еще с вами отдельно разберем. Ну, возьмем просто, не знаю, какой-то месяц, и я вам покажу на примере, на иконках на этих, как все это дело выглядит. И вот в этом году я решил тоже заказать себе такой вот календарь счастливой жизни. Взял теперь только два календаря. Один настенный, перекидной, а один такой карманный, чтобы его все время возить в дорогу. И вы знаете, мне в своей жизни посчастливилось с этим человеком пообщаться. Как это было? Да очень просто. Он выступал на радио, по-моему, CTFM, ну, где-то вот на каком-то из московских радио, да. И я позвонил и попал в прямой эфир, и мне довелось с ним пообщаться. Я у него спросил тогда вопрос по Черногории, потому что этот календарь не действует по всему миру. Этот календарь действует, по-моему, на сороковой широте или долготе, не помню точно. Вот посмотрите там, погуглите в интернете, все это есть. То есть и Черногория попадает под воздействие этого календаря. Поэтому я ему задал такой вопрос, а Черногория попадает? Он сказал, да, Черногория попадает. Ну, я там у него еще спросил, какая, соответственно, будет энергия там у Черногории, будет ли это способствовать там хорошему отдыху и все остальное. Ну, то есть в таком ключе был разговор. Поэтому я с ним, в принципе, можно сказать, что я общался лично. Поэтому для меня это тоже очень важно. Ну, вообще, на самом деле, прогнозы от Литвина, они, почитайте в интернете, они уже есть. По-моему, у него даже есть какие-то форумы, семинары, там на сайте есть информация. Он очень так, в принципе, хорошо, доходчиво, правдиво и ясно объясняет позицию, например, предсказаний на предыдущие и последующие года. Вот, то, что, например, он говорил про Египет, да, вот, опять же, сейчас можно оглянуться назад. Вот, в принципе, все правда. То, что он не рекомендовал приезжать туда, страна там воинственная, там энергия такая, что лучше туда не появляться. Даже многие вот как бы отдыхали в Египте, да, и вроде все нормально было. Вот, вроде бы как бы и море теплое, и погода хорошая, и все остальное. Приезжая домой, люди ссорились, разводились, там какие-то проблемы, болезни были и все остальное. То есть, как он объясняет, что вот в конкретных местах на Земле существует своя энергия. Ну, вот, реально, мне очень интересно, я вот взахлеб смотрю его программу, то есть, вот, конечно, я сейчас говорю своими словами. Там все это более-менее как-то научно объяснено, то есть, более-менее как-то все это красиво разложено, что ли, да. Вот, в моей голове сейчас какой-то некий сумбур, потому что очень много, конечно, хочу вам сказать, рассказать. Если вот вам понравился такой формат, я буду какие-то вещи пересказывать из его каких-то вот суждений, рассуждений, да, там, прогнозов. Вот. Кстати, он тоже говорил по поводу выборов президента, например, России. То есть, вот он говорил, что если бы, например, президентские выборы были бы на месяц, например, позже, как вот они прошли, да, то вряд ли бы уже, соответственно, был бы президентом тот, кто был. Ну, вернее, был бы, но с какими-то, соответственно, другими показателями. То есть, вот, какие-то вещи такие точечные, да, вот, ну, я не знаю, я вот опять же, оглядываясь назад, смотрю, что там стопроцентное попадание. Как он это делает, я не знаю. И почему еще вот у меня вызывает уважение этот человек и доверие? Потому что, во-первых, он себя не ассоциирует, как я уже сказал, с экстрасенсом. То есть, он говорит просто про интуицию, у которого, у каждого человека, которая развита. Просто мы ее не замечаем, да, мы ее не видим, мы ее не чувствуем. И на самом деле он прав в этом. Он бывший военный, по-моему, он сейчас уже на пенсии, и в свое время, как он определил у себя эту интуицию? То есть, он понимал, когда будет клевать рыба. То есть, когда он приходил, например, с удочкой со своими друзьями на, там, реку или озеро, там, не знаю куда, и у него все время клевало. А когда, например, эти же люди ходили без него на рыбалку, у них почему-то не клевало. И они ему задали вопрос, как ты это делаешь, почему с тобой все время клюет, а вот мы без тебя ходим, ничего не клюет. Он говорит, ну, не знаю, говорит, у меня, говорит, чуйка какая-то, что сегодня вот будет рыба, а вот завтра не будет. Но он стал в себе это дело развивать, развивать, развивать. И вот так вот все это дело выдалось. И, как мне кажется, успешно. Вот. Ну, давайте все-таки я покажу и немножко расскажу о этом календаре наглядно. Итак, давайте все-таки посмотрим, что это за календарь счастливой жизни. Вот, как я уже сказал, это вот такая вот некая папочка. Она абсолютно небольшая, такая абсолютно влезает, там, не знаю, в карманы вашего пиджака. Либо можно это все дело хранить в портмоне, в сумке. Значит, здесь есть такой вот набор таких, как карт, не знаю, таких вот открыток формата обычной почтовой открытки. Вот такой вот, да. Как я уже сказал, вот, ну, не знаю, вот так вот выглядит сам календарь. То есть здесь разлиновано на все дни месяца. То есть с одной стороны 15 дней, с другой стороны 15 дней. Ну, вот, если смотреть, да, то здесь вот получается, что есть вот, ну, берем, например, ноябрь, который у нас уже прошел, да. То есть вот, например, первое число, да. Первого числа рекомендуется одевать, например, цвет такой вот красный, да. Рекомендуется ходить в парикмахерскую, да. Там рекомендуется ходить там на учебу. То есть вот такие вот некие значочки, вот если видите, да, вот они вот так вот выглядят. И по каждому дню они абсолютно разные. Когда-то совпадают, когда-то нет. То есть есть вот, например, дни, когда вот, например, видите, такая мордочка такая грустная, да, унылая, да. То есть это вот некая опасность, некое предупреждение. Есть дни, в которые нельзя лгать. Есть дни, вот как я уже говорил, например, инфо, информация из сна. Вот, есть некоторые дни, когда, да-да, не удивляйтесь, можно заводить детишек, да, то есть пробовать. То есть есть дни, которые к этому расположены, да. Есть дни, когда можно заниматься футболом. Есть дни, когда можно творить какие-то вещи. И существует просто вот энергия месяца, да. То есть, например, энергия ноября прошедшего, она была, скажем так, направлена на отпуск, на отдых. Так, вот. Сейчас у нас что идет? Сейчас у нас идет декабрь, да. То есть декабрь это вот такой вот значочек, вот видите, здесь вот написан, да. Некие планы надо строить на будущее, да. Как же расшифровать вот эти вот все значки? Ну, очень просто. Вот существуют такие опознавательные знаки, да, которые, например, расшифровывают тот или иной значок. Ну, вот как я вот, например, вам сказал, да. Вот такая мордочка, да, со слезками обозначает, что неконструктивность, сомнительность, неуверенность в этот день, да. Вот, например, вот такие вот звездочки, да, вот если видите, да. Они говорят, что в этот день будет раскрытие тайн, неожиданное озарение, понимание истинного смысла слов и поступков. То есть, как бы, в принципе, это вот некий шифр, некий код, который вам дает расшифровку того или иного дня. Ну, как я вам говорил, да, то есть дождик все равно пойдет, и вот он просто рекомендует вам в этот день взять зонтик, выходя из дома. Это вот, как бы, календарь прошлого года. Вот так вот он выглядел, вот в такой вот упаковочке. Кстати, да, он стоит недорого, 400 рублей, по-моему, я за него заплатил. Можно оплатить там в интернете, где-то карточкой, там, не знаю, можно наличкой. Приедет курьер, привезет, либо сами заберете. И вот сейчас я вскрою на ваших глазах то, что мне сейчас пришло. Это календарь счастливой жизни на 2014 год. Выглядит он вот так. Здесь уже такая вот красивая открыточка есть, если видите. Точно в таком же стиле сделан вот формат такой же, даже можно посмотреть. Он абсолютно одинаковый, да, что прошлый год, что это. То есть, по размеру то же самое. Только немножко иконки уже другие. То есть, уже сделано в виде целикового месяца на полном, скажем так, листе. Также есть энергия месяца здесь указана. И такие же значки, как, например, на 2013 год, но они были в кружочках. А здесь сразу в целом дне показано, что будет происходить в тот или иной момент времени. Точно так же здесь есть вот эти условные обозначения с двух сторон на этом листе. Ну и вот то, что я вам говорил. Зона действия календаря – это сороковая диагональ, параллель. Вот, если видите, здесь вот даже прямо вот проходит. То есть, грубо говоря, да не грубо говоря, а Россия вся попадает под действие этого календаря. И даже часть Европы. Так что, в принципе, очень удобно тоже можно планировать и свой отдых, свои поездки, свои путешествия с этим календарем. Но давайте я вам такой маленький секрет раскрою, например, что будет происходить 1 января в Новый год. Кстати, цвет одежды черный почему-то, не знаю, не люблю черный цвет. Рекомендует в этот день кушать рыбу, плавать. Рекомендует продавать машины, заниматься СПА-процедурами. И вот такая палочка. Как, я не знаю, даже... Ну, вот так вот она выглядит, если видно. Такая как, для загадывания желаний, да, палочка? Сейчас я посмотрю, что же это такое. Что это значит. Дам вам ответ. И видите, здесь уже на календаре с двух сторон. То есть, здесь на одной бумажке уже 2 месяца расположено. Итак, что же это у нас такое за обозначение? Сейчас прочитаем. Так, а это у нас получается загадывание желаний. То есть, 1 января, когда будет Новый год, можно будет загадывать желания. И я помимо вот такого маленького календарика еще, да, тоже, в принципе, эстетично красиво выглядит. Сделан, то есть, такая приятная полиграфия на, не знаю, ну, мне нравится. Очень хорошо сделано. И стоит реально этих денег ни о чем просто. И я еще взял вот такой вот большой, если видите, перекидной календарь, который будет у меня висеть дома. Вот так вот он выглядит. То есть, его можно тоже повесить дома. И вот так вот перекидывать из месяца в месяц. Кстати, февраль аккуратно. Видите, воинственно настроенный пистолетик нарисован. Вот. Что еще? Март. Ну, в общем, вот все-все-все вот такие вот месяца. И вот здесь вот так вот он раскладывается. То есть, вот такое вот я сделал приобретение. И еще раз повторюсь, все-таки, как мне кажется, это очень был бы неплохим подарком, например, на Новый год или на Рождество. Поэтому вот прислушайтесь ко мне, к моему мнению. Я еще раз говорю, я не буду оставлять никакие ссылки в описании, но чтобы вы не подумали, что это какая-то реклама там, или кто-то мне опять что-то заказал там, все остальное. Просто от сердца, от души вам хотел поделиться своим мнением по этому вопросу. Эта штука работает. Обратите просто на это внимание. И, не знаю, если вот купите, потом будете пользоваться, потом напишите мне и скажите, как работает он в вашем случае или нет. Ну, в принципе, все, что я вам хотел сегодня сказать. Все, добра и позитива. Вот. Скоро Новый год. С наступающими праздниками вас. Будьте людьми и творите добро. Все. С вами был Сергей Симонов. До новых встреч. Пока. Чао. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...